МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Искусство раскрывать преступления. 15 января – день образования Следственного комитета РФ. Трудовые будни. Как вернуться после длинных выходных к рабочему графику? Праздник с запутанной историей. 14 января вся страна отмечает Старый Новый год. Далее расскажем обо всем подробно. На днях стартует вакцинация подростков против COVID-19. Вопрос выдачи QR-кодов как стимул подростковой вакцинации вообще не рассматривался, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопросы ему задавали не случайно. Глава Центра Гамалии Александр Гинспург сообщил, что вакцина «Спутник М» для прививок школьникам 12-17 лет готова и иммунизация детей стартует уже на следующей неделе. В Минздраве пока не уточняют подробности организации детской прививочной кампании и срок ее начала. Но стратегия остается прежней. Прививки будут строго добровольными. Никаких ограничений для тех, кто не захочет, вводить не планируют. Начало же кампании зависит от готовности регионов. В Нижегородской области обустроены пункты вакцинации подростков. В областном Минздраве сообщили, что уже организованы прививочные бригады, которые будут в них работать. Собрать улики, найти подозреваемого и доказать его вину. Этой работой занимаются особые сотрудники правоохранительных органов-следователи. О непростой работе Саровского следственного отдела наш следующий репортаж. Элементарного оцен. Едва ли найдется человек, который не знает, кому принадлежит эта фраза. Шерлок Холмс – классика детективов. На страницах книг можно найти много гениальных сыщиков. Они видят этот мир иначе. Подмечают незначительные детали, выстраивают сложнейшие логические цепочки и раскрывают, казалось бы, самые безнадежные преступления. Но все это лишь вымысел писателей. А как все происходит на самом деле? Какая она – профессия следователя? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправляемся в следственный отдел нашего города. С детективными историями, о которых написано немало книг и снято фильмов, реальная работа следователя имеет мало общего. Но все равно профессия не лишена особой романтики. Признается Александр Кораблев. Мужчина выбрал именно ее, потому что хотел помогать людям. Начиная с самого детства я любил помогать людям. И профессия следователя заключается именно в помощи людям. Потому что расследование уголовных дел, категории тяжких, особо тяжких преступлений – это именно против половой неприкосновенности, половой свободы личности, против жизни и здоровья граждан – потерпевшие являются простые люди, которым необходима помощь, защита правоохранительных органов. На страже закона Александр уже шестой год. В первое время работа была непростой, особенно с моральной точки зрения. Убийства, изнасилования и другие особо тяжкие преступления сложно было раскрывать, не пропуская трагедии людей через себя. Также неотступно за новичками следует страх обвинить невиновного. Но с опытом следователь матерей становится беспристрастным, приступает к делу с холодным рассудком. Работа происходит с таким контингентом, как опасные, особо опасные рецидивисты, которые хитрые, извилистые и просто так никогда ничего не скажут, как было на самом деле. Соответственно, следователь должен быть хорошим психологом, где-то пойти на уступки у этого контингента, но добиться своей цели и собрать доказательственную базу его виновности. Отдых и свободное время нашим следователям только снятся. Если, конечно, у них остается время на сон. К примеру, Новый год Александр встретил за написанием протокола осмотра места происшествия. В ушедшем году служители закона успешно раскрыли около 100 уголовных дел. В 2020-м 86 преступлений. Даже свой профессиональный праздник саровские следователи встретят на своих рабочих местах. В этот торжественный день я хочу поздравить всех работников Следственного комитета России, и всех следователей, ветеранов следствия пожелать им здоровья, добра, благополучия семейного и, конечно, крепкого тыла и следственной удачи. Канал 16 поздравляет следователей с Днем образования Следственного комитета РФ. Желаем побольше раскрытых дел и пойманных преступников. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Освободить гаражи для строительства детской поликлиники нужно до 1 февраля. Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает, что в целях строительства дороги к детской поликлинике на улице Чапаева предусмотрен снос 92 гаражей ГСК номер 5. Граждане, подписавшие соответствующее соглашение, должны вывести из гаражей свое имущество до 1 февраля и передать ключи по акту в управление капитального строительства. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 79 и 9 90 47. Семь квартир для сирот и очередников готовятся к распределению. Управление по жилищным вопросам администрации Сарова завершило прием после ремонта шести однокомнатных квартир, две из которых будут переданы сиротам старше 18 лет, а четыре – очередникам. Приемка еще одной трехкомнатной квартиры на стадии завершения. Участились случаи пожара в подъездах и в мусороприемных камерах многоквартирных жилых домов, сообщает Федеральная противопожарная служба Сарова. Со 2 по 13 января четыре раза загорались контейнеры для сбора мусора и пять раз горело личное имущество в подъездах жилых домов. Причины пожаров – неосторожность при курении и поджоге. Огнеборцы призывают саровчан убрать личные вещи с общих балконов, технических этажей, лестничных маршей, лестничных клеток и подлестничных площадок, а также быть предельно осторожными, внимательными и не создавать ловушку из собственного жилья. Размеры ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет изменятся. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Нижегородской области. Изменения связаны с повышением прожиточного минимума в регионе. Ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно осуществляют в размерах 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в регионе. С этого года размер пособия будет составлять 5 769 рублей, 8 653,5 рубля и 11 538 рублей соответственно, в зависимости от среднедушевого дохода семьи. В прошлом году Управление социальной защиты населения выплатили около 6 миллиардов рублей пособий семьям с детьми. Из них чуть более 3,5 миллиардов рублей из федерального бюджета, более полутора миллиардов средства областного бюджета, 627 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. Почти две трети россиян тяжело входят в рабочий ритм после новогодних праздников, утверждают исследования. Как справиться со стрессом в первые дни после каникул и настроиться на рабочий лад, расскажем далее. После продолжительных новогодних каникул многим очень тяжело возвращаться в ритм рабочих будней. При этом люди часто чувствуют упадок сил и настроения. Происходить это может по двум причинам. Первая – это сбитый режим. В таком случае необходимо его восстановить нехитрым способом – ложиться и вставать примерно в одно и то же время и правильно питаться. А вот другая причина стресса после выходных – более сложная. На работу идти в принципе не хочется. И каждый день похода на работу он тяжел и невесел. И поэтому я бы в этом случае задумалась, а почему мне не хочется идти на работу, а что именно меня там тяготит. То, из-за чего не хочется идти на работу, может быть, с ними что-то, с этими вещами, можно что-то сделать, что-то предпринять. Организовать свою жизнь таким образом, чтобы на работу идти было приятно. Детям еще сложнее, чем взрослым, выйти из размеренных выходных дней. В это время для них очень важен режим дня – полноценный сон, рацион и умеренные физические нагрузки. Всему этому стоит уделять максимум внимания. Также детям стоит сократить время для использования гаджетов, потому что при этом ребенок не сможет полноценно перезагрузиться и отдохнуть. Очень многим деткам не нравится ходить в школу, нету никакого желания. Я бы посоветовала родителям, наверное, сначала искренне посочувствовать ребенку своему и принять то, что ну да, не хочется, я тебя понимаю. И ребенку уже будет немножко легче, что его понимают, что принимают его нежелания. Чтобы не зацикливаться на негативе и плохом настроении, нужно переместить фокус внимания на позитивные моменты жизни. И тогда радостные воспоминания о проведенных каникулах согреют и привнесут краски даже в самые серые рабочие будни. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 14 января россияне отмечают Старый Новый год. Одни считают, что это хороший повод собраться с родными за одним столом, другие совсем не воспринимают этот день как праздник. Как появилась необычная дата и как ее отмечают саровчане, расскажем далее. Через две недели после Нового года, в ночь с 13 на 14 января, праздник снова стучится в двери россиян. Старый Новый год – это редкий исторический феномен, который получился в результате смены лета исчисления. Традиция отмечать Старый Новый год появилась из-за расхождения юлианского и григорианского календарей, разница у которых составляет 13 дней. До 1918 года царская Россия жила по старому стилю, то есть по юлианскому календарю, а Европа – по григорианскому. Переход на западноевропейское летоисчисление произошел 14 февраля 1918 года. А вот православная церковь отказалась переходить на новый стиль, и по сегодняшний день она живет по юлианскому календарю. Из года в год популярность Старого Нового года растет по всему миру. Все больше людей относится к нему как к самостоятельному празднику, который продлевает радость Нового года или позволяет почувствовать эту радость впервые. Старый Новый год более спокойный, ему не свойственна суета, которая неизбежно сопровождает новогодние торжества. Сейчас для многих Старый Новый год – это еще один хороший повод собраться в кругу родных и друзей. Также считается, что в этот праздник нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января, загадать желание, посмотреть новогодние фильмы и концерты, отправить поздравления и подарить подарки. Раньше, да, как-то отмечали. Как отмечали? Весело, в кругу семьи. А сейчас детки взрослые, каждый живет своей семьей. Ну да, с мужем, шампанское, шоколад. Нет. А почему? Ну, только поздравили друг друга и все. Как под елочкой, семейно. Сон накрыл, вот сейчас уже сон накрытый, жду гостей. Вот мое все празднование. Вопреки расхожему мнению, традиции отмечать Старый Новый год существуют не только в нашей стране. Подобный праздник отмечают и в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и многих других странах. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и это всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 14 по 17 января там пройдет медовая феерия. Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед, акации, гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Перга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 14 по 17 января с 10 до 17.00. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.